И снова здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня у нас в гостях Ханафи Хасанов, заместитель директора Государственного музея-заповедника, член Общественной палаты Карачаева Черкесской Республики. Ханафи, здравствуйте! Здравствуй, Ахмад! А хотелось бы с вами обсудить ряд вопросов, которые на данный момент являются насущными для жителей нашей республики. Ну, начнем, наверное, с вашей непосредственной сферы деятельности. Давайте поговорим о музее-заповеднике. Пандемия на самом деле осложнила жизнь всем. Расскажите, насколько сильно она затруднила вашу сферу деятельности? Ну, ты совершенно прав, Ахмад. Пандемия осложнила нашу жизнь. Этот год, юбилейный год, 75-летие победы в Великой Отечественной войне, и у нас было запланировано очень много очных мероприятий, которые мы должны были осуществить до конца года. И в марте месяце, когда уже было начало первой волны, президент Российской Федерации сдал указ о карантине, можно сказать, условно о карантине. И, начиная с 1 апреля, музей был закрыт для посетителей. То есть экспозиционная деятельность уже не велась. И сотрудников отправили на удаленную работу. Вот примерно с 1 апреля мы все уже на удаленке, работали в онлайн-формате. Соответственно, я тоже был на удаленке. И до мая месяца, можно считать, я продержал жесткий карантин. Весь апрель месяц я сидел дома, у себя в ауле с родителями. То есть никаких походов в магазин даже, чего-то у меня не было. В мае месяце уже так же, как и все, чуть-чуть я тоже расслабился. Подумал, что угроза не так велика, как ее нам преподносят. И начал уже выходить, ездить. И в Черкесск приезжал пару раз, потом и в Карачевске был. Но было ясно, что ситуация не такая радужная. В музее-заповеднике мы уже работали в онлайн-формате. То есть уже на 9 мая, на день возвращения карачевского народа, на майские праздники, мы уже сделали онлайн-мероприятие. Публиковали онлайн-выставки на наших официальных ресурсах, в сети Инстаграм, на нашем официальном сайте. То есть охват экспозиционной деятельности у нас по-любому шел. Постепенно мы уже переключились по сей день. Работаем в онлайн-режиме, так как у нас в республике средние сложности, эпидемиологическая обстановка не позволяет нам открыть двери для посетителей. Ну вот хотелось бы непосредственно уточнить про вот этот переход в онлайн-формат. На ваш взгляд, насколько удачно вам удалось перевести всю деятельность в сферу онлайн? И что лучше все-таки на данный момент сфера онлайн, где неограниченный фактически охват пользователей или же все-таки привычный оффлайн? И насколько тяжело было перестроиться вообще? Ну я скажу, что было не тяжело, потому что у нас был уже маленький опыт. Мы и так, и так занимались информационной политикой уже музейной, разрабатывали концепцию развития. И нам оказалось легче, чем другим учреждениям. Потому что и деятельность музея именно вот показать, она близко соприкасается именно с нынешними технологиями, которые дают такую возможность. То есть тот же Инстаграм не мне тебе рассказывать о том, что открывает большой спектр возможностей для показа тех или иных фотографий или видеоматериалов. То есть нам, музейщикам, было легче, чем другим учреждениям, от которых тоже требовали аналогичную работу. Мы, можно сказать, я считаю, выполнили возложенную на нас обязанность по нашей прямой работе на 100%. То есть все лето и сейчас мы уже планируем мероприятия онлайн формата, делаем публикации, соответственно, нашим выставкам. Это анонсы, сами выставки. Проводим онлайн экскурсии. И ваш телеканал не остался в стороне. Архаз24 несколько раз записывал наши экскурсии. Мы выходили в эфир с вами. То есть очень продуктивная работа у нас по музейной части. Можно сказать, одна из лучших работ, которая была проведена в период пандемии именно для посетителей социальных сетей и вообще интернета в целом у нас прошла. То есть и была оценена на очень высоком уровне. Я думаю, в дальнейшем мы эту работу продолжим. Но полностью переключаться на этот формат никто не планирует, так как в нашей стране музейная культура имеет особое положение. И ничего не сравнится с тем, вот как ты придешь в картинную галерею, посмотришь хорошую выставку живую, почувствуешь работу художника, это не передается информацией. Тебе нужно это увидеть. То есть мы будем работать и в онлайн-режиме, и в оффлайн-режиме для обычных посетителей. Просто если у нас обстановка сейчас пойдет на улучшение, у нас уже все откроется для посетителей. Мы ждем просто соответственного разрешения от Роспотребнадзора. Безусловно, мне кажется, многие-многие жители нашей республики уже с нетерпением ждут снятия этих ограничений, когда же все уляшется. Но хотелось бы по вашей непосредственной сфере деятельности еще такой уточняющий вопрос задать. Все-таки согласитесь, сейчас молодежь не столь яро интересуется искусством и чем-то высоким. Насколько сложно привлечь внимание этой самой молодежи к вашей непосредственной сфере деятельности? Я думаю, сейчас уже легче. Легче именно из-за того же информационного оснащения. То есть раньше, если музей привлекал посетителей только посредством СМИ, именно печатных СМИ, и обычных баннеров, которые устанавливали на улицах, то в нынешнее время все легко. Мы подуем готовый контент уже, чтобы молодежь заинтересовалась. Но мы подуем не все. Если у нас обычная работа, мы подуем часть, можно сказать, такую затравку, чтобы человек уже пришел и посмотрел вживую. И я скажу, что по итогам нашей прошлогодней работы, в 2019 году у нас более 20 тысяч посетителей было по всем филиалам музея. И по возрастам, если разделить, очень много молодежи у нас. То есть есть определенные сподвижки в этой работе у нас. И я думаю, только на увеличение. То есть вот все-таки этот небольшой перелом, если его так можно назвать, он вот происходит потихоньку, и молодежь начинает это все. Это непосредственно зависит от того, что они узнали, что есть и такое учреждение, как государственные музеи, где можно пойти и весело провести время на некоторых наших мероприятиях, и полюбоваться искусством, и этнографией, и природой. То есть они, самое главное, знают, куда можно теперь пойти. То есть нынешняя молодежь не любит или читать газеты, или не смотрит телевизор. Но в социальных сетях они все это уже видят, и им уже более благоприятна, можно сказать, обстановка. Был такой момент, когда многие-многие жители нашей республики, да в принципе всей страны, расслабились. И это повлекло, вот начинает вовлекать за собой вторую волну этой пандемии. А насколько сложно, вот я знаю, что вы принимали участие в непосредственной борьбе с COVID-19, оказывали помощь, какую могли. Насколько сложно было объяснять людям, что это все-таки угроза, что это опасно. Могли ли вы до всех все это донести, и как оказывалась вот эта помощь? Ну, было очень сложно, очень сложно, просто люди не верили, просто не верили. Не верили в существование вируса, говорили, что это политическая пропаганда, что это какие-то мировые игры. До мая 12-го числа где-то все было не так плохо, люди держались дома, все просидели, и в мае уже как-то распустились. И я начал это видеть, когда сам начал выходить, и в мае был резкий скачок заболевшего. Да, я это помню, помню, и, соответственно, потому что я на основной своей работе был на удаленке, то есть у меня было время, чтобы поучаствовать и в общественной жизни, благотворительности тоже. Я не стал отсиживаться, можно так сказать, в окопах, полезно рожом. Приехал в Черкесск, и совместно с благотворительной организацией «Самера» приступил к работе. К тому моменту, как я к ним уже обратился, чем помочь и так далее, они уже вплотную работали. Работали по всем направлениям. Они и продуктовые корзины раздавали, и лекарственное обеспечение у них было для малоимущих семей. И в тот момент, как я к ним присоединился именно в этой работе, они начали проект по бесплатному тестированию малообеспеченных семей. Это было то время, это конец мая, начало июня, когда частные лаборатории и лаборатории государственные не могли охватить всех желающих протестироваться. Ну и, соответственно, у многих не было возможности протестироваться за свой счет. И благотворительная организация «Самера» начала оказывать помощь по тестированию именно тем, кто не может этого себе позволить. Были горячие линии, несколько номеров и определенный штаб, который принимали заявки, расспрашивали про симптомы. Просто звонили же и те, которые просто боятся. Были те, которые люди просто боялись до ужаса костей, и нам бы тоже провериться, а у вас есть симптомы, нет симптомов. Тогда вам не надо сдавать пока что. И вот так шел конкретный отбор, и тестировали действительно нуждающихся людей. Тестирование шло в коммерческой лаборатории «Гемотест». Они оказали очень большую помощь в период пандемии. Я это знаю не понаслышке. Я сам лично возил образцы, которые в день собирали врачи, к ним отдавал, у них огромные очереди, они скидки делали, всем помогали как могли. За это им отдельное большое спасибо. Тестирование шло где-то, наверное, недели две-три. Удалось протестировать порядка 500 человек, которые оставили заявки. Это очень большая цифра для благотворительной организации, которая тестировала это за счет спонсоров. Плюс были врачи, две бригады врачей, которые ездили. Но одновременно с этим удалось наладить такую систему лекарственного обеспечения, что благотворительная организация подготовила наборы по рекомендациям Минздрава, наборы лекарственные. Если наши врачи с организацией поехали тестировать человека и видят, что у него уже определенные симптомы, и обоняние, и вкусовые рецепторы все отказали, и температура большая, они брали у него тест и сразу же оставляли ему вот эти лекарственные наборы по рекомендациям Минздрава. Если у него нет возможности, конечно же, приобрести. Когда врач выезжает, он же видит, в каком состоянии у него есть ли возможность или нет. Это была вот вторая часть работы, это лекарственное обеспечение. Потом уже, можно сказать, самое тяжелое время, июнь месяц, пик, когда уже не справлялась, можно сказать, система здравоохранения у нас. Поток был совсем большой. Не справлялась в части того, что не хватало медицинских кадров, не хватало лекарств. Благо, к нам пришла помощь из Москвы, из Уфы. То есть, врачей собрали. Потом я очень был рад этому событию, что у нас в республике очень много ответственных людей, бизнесменов, людей, которые болеют за здоровье своей нации. И они начали оказывать спонсорскую помощь все, кто как мог. Не обязательно там огромные суммы. И за эту спонсорскую помощь, которая шла через эту благотворительную организацию, были закуплены несколько траншев лекарственных средств, которые я лично разводил по медицинским учреждениям. Я ездил в Адаге-Хабль, в Прикубанскую районную больницу, в Хабесскую, в Карачаевскую, в Джигутинскую. То есть, помню, список у меня очень большой. Несколько раз я возил лекарства, в Ногайский район возил. Потом возил я кислородный концентратор. Бывало, что даже в госпиталь возил кислородный концентратор. И очень большой дефицит кислородных концентраторов был. Не потому, что их не могли купить, а потому, что их не было уже на рынке. Представь себе еще полдюжины таких же регионов, которые закупают их. Всем не хватает, конечно. Кто как мог. Ну, я знаю еще парней, которые работали отдельно, вне фонда, вне оперативного штаба, которые тоже закупали кислородные концентраторы. По моим подсчетам, они купили и развезли порядка 100 концентраторов. Это вот обычные парни. То есть, у нас была связь, мы между собой общались, разговаривали, где что есть, где что нужно. И, конечно, знали конкретно, в этой больнице уже поступили лекарства, в этой больнице нет концентратора. То есть, такие точечные работы у нас шли. И к концу июня ситуация стала получше. Безусловно. Да, это было уже видно. Конечно. И вот, согласитесь, это было и видно, и цифры заметно снизились, и все вот как-то выдохли, расслабились. Благодаря вот этой вот общественной действительно помощи все вот получилось как-то вот остановить. Но вот сейчас, в силу того, что, ну, люди расслабились, в силу различных факторов, уже начинается вот огромный и огромный прирост числа зараженных. Пока, благо, система здравоохранения все еще справляется. Но ведь может получиться и так, что мы придем к вот этим июльским значениям, июльским значениям, когда вот система здравоохранения уже будет, ну, вот просто физически не будет справляться. Что нужно делать простым жителям Карачаева-Черкесии, чтобы не допустить вот такой экстренной ситуации? Если мы придем к июльским значениям, я думаю, ситуация в этот раз будет хуже. Потому что, ну, у многих есть такое расхожее мнение, что во время первой волны все уже выдохлись. Имеется в виду, те, кто мог оказать материальную помощь, они уже оказали. То есть не каждый может через каждые три месяца, грубо говоря, оказывать большую финансовую помощь тем же благотворительным организациям. Это первый момент. Второй момент, уже нет тех врачей, которые к нам приехали во время первой волны инфекции. С Москвы, с Уфы все они уже уехали. То есть, соответственно, мы остались с тем нашим персоналом, который был у нас сначала. Если ситуация повторится в таком же объеме, в таком же количестве, то ситуация будет намного хуже, чем в первый раз. Это мое личное мнение. Просто свои наблюдения говорю. Как участник процесса того, что происходило. Ну, я думаю, сейчас уже будет легче в плане того, что каждому человеку не нужно объяснять, что эта болезнь нереальна. Во время первой волны приходилось объяснять многим людям, что болезнь реальна, что от этого люди умирают, что есть очень большая опасность для пожилых, для людей, у которых есть другие заболевания. То есть, я лично объяснял дюжину раз. Не верили, люди просто не верили. А сейчас уже многие из этих людей, которые не верили, переболели или болеют в данный момент. То есть, сейчас такой проблемы нет. Достоверность существования вируса уже не обсуждается. И уже легче. Плюс к этому, я считаю, что люди очень хорошо норовились к самолечению. То есть, во время первой волны было очень много людей, которые заболели и не знали, у них есть возможность лечиться за свой счёт, но не знали, как им лечиться. А квалифицированных специалистов на всех не хватало, чтобы дать определённое лечение. На сегодняшний день уже люди пользуются сами рекомендациями Минздрава, рекомендациями наших врачей. И многие лечатся дома. У тех, у кого... Позволяет, в принципе. Да, позволяет возможность и здоровье лечиться дома. То есть, есть же люди, у которых болезнь протекает более... В лёгкой форме. В лёгкой форме, да. В лёгкой форме, то есть, без особого поражения лёгких. То есть, им не нужен кислород. Они лечатся дома. То есть, вот это понимание того, что болезнь реальна и надо себя обезопасить, конечно, нам помогло. Многие люди в период с июль-август сделали запас лекарств. Запас лекарств, чтобы не искать когда. И очень большую роль вообще во всей этой обстановке сыграли фармацевтические компании, в частности, наши обычные розничные магазины, аптеки, которые продают. Они тоже оказывали очень большую помощь. Я хочу вот упомянуть о социальной аптеке по улице Октябрьской, возле автостанции Южной, с которой мы сотрудничали. Благотворительная организация «Самира» закупала у них лекарственные средства. И они шли на всём на встречу. Они и сами отдельно помогали, то есть, сами тоже выдавали лекарства. И на больший объём лекарства делали огромную скидку, продавали и по своей цене, всё привозили, всё чётко, вовремя находили, все лекарства, которые им нужны были. Я хочу им сказать отдельное спасибо. То есть, их роль в этом деле была очень важна. И это не единственная аптека, которая так помогала. Я знаю про аптеки в городе Карачаевске, ещё в Черкесске. То есть, очень большая нагрузка была на них. Они справились. Фармацевтическая сеть, я считаю, что справилась. И по сей день справляются. Они уже понимают, что нужно людям в соответствии с этим перечнем лекарств, которые все используют. И благо сейчас есть хотя бы лекарства, которые можно купить. Во время первой волны большинство лекарств из этого перечня нельзя было найти во всех аптеках. Они уже закончились, на фарм рынке нет. И приходилось заказывать, ждать. Вот это всё тянулось. То есть, были кое-какие проблемы. Сейчас более-менее, я спрашиваю тех, кто болеет, есть ли лекарства. Вы нашли. Все отвечают, в принципе, положительно, что да, всё есть. Ну, я бы хотел сказать, чтобы люди всё-таки ответственнее отнеслись именно к тем правилам, которые нам помогают не заразиться. соблюдать масочный режим, дезинфекция, дистанция. Мы как-то расслабились, и уже по городу видно, что и в кафешках, и на улице мы не соблюдаем меры предосторожности. Это самая большая наша проблема. Ну вот, хотелось бы перейти к такой положительной ноте нашего диалога, к положительному вопросу. Непосредственно вот эту вот всю помощь, вот эту всю общественную деятельность заметили, как называется, вот на самом верху. И вот ряд граждан нашей республики получили грамоты лично от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И вы являетесь одним из этих людей. Вот, расскажите, пожалуйста, как, где проходило это все? И, ну вот, какие эмоции вы испытали, когда вот все-таки узнали, что, ну вот эту помощь некую, которую оказывала общественность, все-таки заметили, что это тоже не остается вот просто так, где-то в стороне, и никто об этом, ну вот, не забывает. Ну, в первую очередь, Ахмат, хочу сказать, ты меня знаешь давно, но и, в принципе, как многие, и у меня не было ни одной, ни единой мысли о том, что я делаю это из-за какой-то благодарности, грамоты и так далее. Просто по зову сердца пошел и начал приносить вот какую-то минимальную пользу. Я не говорю, что у меня были там большие достижения, да, я возил, возил точно так же, как и многие другие, таких, как я, было в республике очень много. Я лично я знаю и благотворительный фонд «Территория милосердия», и другие благотворительные фонды. То есть, я даже отчасти считаю, что мы не заслуживаем этой грамоты, потому что мы недостаточно, может, справились. Но я, в свою очередь, не знал о том, что нас представили каким-то грамотом. Оказывается, сделали список всех, кто был причастен к общественной благотворительной работе во время первой волны пандемии, и этот список занесли в федеральный реестр, и так всех нас наградили. Я не знал, что я в этом списке есть. Это заслуга, наверное, руководителя благотворительной организации «Самира» Капшевой Людмилы Исаковны, за что и отдельная благодарность, что она не забыла никого, она несла всех. Но было приятно. Приятно, потому что любая награда, благодарность, грамота всегда дают какие-то положительные эмоции, а тут приятно вдвойне, потому что на самом верху, на федеральном уровне замечают какие-то мелкие положительные наши движения, которые мы сделали именно у себя дома, на родине, и получили благодарность от президента. Безусловно, я считаю, это не только для меня, а для тех, кто только начинал свою деятельность на этом поприще, большой стимул для дальнейшей работы. Безусловно. Да, такое чувство, это невозможно передать, когда тебе награждают грамотой президента и медалью. Хочется работать больше, лучше и приносить еще больше пользы. Все-таки, когда замечают, казалось бы, такие мелочи где-то там, в одном из субъектов Российской Федерации, все-таки это ведь мотивирует, по идее, должно мотивировать людей. Но хотелось бы, Ханафи, отметить, что у нас на нашей телепередаче есть такая небольшая традиция. В конце нашего диалога каждый наш гость делает свои определенные пожелания нашим дорогим телезрителям. Что бы вы им хотели пожелать? Нашим дорогим телезрителям я хочу пожелать здоровья. Здоровье актуально всегда. В этой тяжелой ситуации здоровье на первом месте. Берегите себя, берегите родных и близких, не болейте. Ну а я напоминаю, дорогие телезрители, что сегодня у нас в гостях был Хасанов Ханафи, заместитель директора Госмузея-Заповедника, член Общественной палаты Карачаева-Черкесской Республики. Ханафи, спасибо. Тебе большое спасибо.